МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот гнусный поступок 32-летний гражданин совершил в конце апреля. Поздним вечером после употребления алкоголя он наглым образом пристал к 60-летней женщине, которая возвращалась домой после работы. О том, что данное лицо говорила при этом жительница Зеленогорская, что собиралась делать, нетрудно догадаться. Мерзкие действия мужчины больше походили на поведение животного, нежели человека. Ну, ты говоришь, что ты ее обнимал там везде, везде лапал. Она что, при этом вела себя нормально, да, не против была? Я ее везде не лапал, тупо одной рукой только обнимал. А вторая рука у меня была свободна, я ничего ей не делал. Ну, потерпевшая другое рассказывает совсем. О своем заявлении она сообщила, что, возвращаясь поздной ночью с работы, около 23 часов 30 минут, на промежутке между железнодорожным мостом и Зеленогорским шоссе, к ней подошел ранее неизвестный мужчина, после чего стал трогать ее за различные части тела, в том числе половые органы. Женщина попыталась на словах дать понять мужчине, что она не хочет такого общения, но это ей сделать не удалось, так как мужчина стал еще больше приставать. И поэтому она завязала с ним разговор, для того, чтобы незаметно вывести данного мужчину в людное место. Жительнице Зеленогорска удалось дойти до магазина «Континент», где она обратилась к охранникам. Они выбежали на улицу, но домогавшийся, почуяв угрозу, уже скрылся. Об этом происшествии тогда родственники потерпевшей написали в главной зеленогорской группе «ВКонтакте» с целью предупредить местных жителей. По заявлению женщины начали работать и сотрудники уголовного розыска 81-го отделения полиции. Поймать подозреваемого было непросто, а что его будут искать, он понял, и поэтому скрывался. Оперативные мероприятия проводились в поселке Подгорное Выборгского района Ленинградской области. Но мужчина, опять рассудимый и подходивший по приметам, дома не появлялся. Наконец, с помощью информационных источников его местонахождение удалось установить. Последний раз мужчина получил срок за преступление, совершенное примерно в том же месте Зеленогорска, три года назад. Ну, прошлая судимость, расскажи, грабеж у тебя был, правильно? Да. При каких обстоятельствах это все произошло? Тоже был не в трезвом состоянии. Женщине приставал Батербеж? Она бросила сумку, я вот единственную сумку не забрал, поэтому получилась статья 161-я. А что она сумку-то бросила? Ну, испугалась и убежала. Чего тогда испугалась потерпевшая девушка, бросив сумку с ценными вещами, в том уголовном деле подробно не описано. Поскольку тогда все закончилось только грабежом, жертве удалось сбежать. Надеемся, что горожане теперь хорошо запомнят данную физиономию. В этот раз потерпевшей жительнице Зеленогорска повезло, если можно так выразиться. Ей удалось избежать, возможно, более серьезных последствий, хотя женщине и пришлось пережить сильный стресс. Женщина, указанного мужчина, опознала свою вину в совершении данного происшествия, он признал частично. Стоит отметить, что данный мужчина ранее привлекался уже к уголовной ответственности за совершение открытого хищения чужого имущества при схожих обстоятельствах. В настоящее время материал проверки направлен в Следственный комитет курортного района для принятия процессуального решения. С данным мужчиной проводится профилактическая работа. Продолжение следует...